Прекрасные новости, друзья. С 12 по 21 июля Петербург наполнится чарующими звуками шедевров мировой оперной классики. В нашем городе пройдет 8-й международный фестиваль «Опера всем». Он представит публике, конечно, великолепные музыкальные произведения под открытым небом в красивейших архитектурных ансамблях нашего города. Словом, будет бесконечно хорошо. Фестиваль откроется завтра, а сегодня уже у нас в гостях музыкальный руководитель фестиваля «Опера всем», художественный руководитель театра «Мюнзихолл» маэстро Фабио Мастранджело. Здравствуйте. Здравствуйте. И директор театра «Мюнзихолл» Юлия Стрижак. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, представить лето в Петербурге без фестиваля «Опера всем», мне кажется, уже совершенно невозможно. Спасибо вам большое. Это действительно так. Мы уже так считаем. Ну, в самом деле, это уже восьмой фестиваль, напомню. Да, да, это уже прекрасная традиция, без того, что наш город уже не наш город. Это правда. Ну, расскажите, чем вы будете радовать, может быть, удивлять поклонников оперной музыки в этом году? Ну, во-первых, я хочу сказать, что в этом году у нас получился италорусский фестиваль. Потому что мы показываем четыре названия, среди которых «Опера Чайковского», «Римского Корсакова», «Пучини» и «Руссини». Конечно, открываем традиционно 12 июля, то есть завтра, в Петропавловке. И это будет «Опера Чайковского», редко исполняемая, надо добавить «Опера Чайковского», «Орлеанская дева». Это шикарная опера, конечно, мы понимаем, а кого это, Жан Дарк, да, Иоанна. И дальше, через два дня, прямо у нас, в Александровском парке, «Богема Пучини», 19-е, в Ялягином острове идет «Майская ночь Римского Корсакова». И закроем 21-го, как уже тоже наша собственная традиция, в Пушкине, перед дворцом Екатерины, севильским циррульником «Руссини». Так что насыщенная программа, есть все, есть трагедия, есть лирика, есть комическая опера, есть все жанры. Можно я поправлю, Фабио, у нас все-таки «Майская ночь» 18-го июля, да. В любом случае, всегда можно уточнить. Да, уточнировать, да, но давайте уточним, потому что это традиционное тоже место проведения, в том числе. Да, да, Иоанна Геностов. С первого дня. И от раза к разу, вот это уже восьмой раз, вы видите, что людей, которые приходят посмотреть оперу под открытым небом, в ансамблях города, становится все больше и больше и больше? Конечно. Люди идут слушать не какую-то поп-музыку, они идут слушать оперную классику и даже не оперный концерт, где просто какие-то хиты, а именно оперы, сложные оперы, можно прослушать целую историю. Вот, кстати, об этом. То есть оперы люди увидят и услышат в их полном варианте. Это не усеченный, не концертный, не... Не, 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 абсолютно. Это постановки, это абсолютно с декорациями, с костюмами, с режиссёром и так далее. Иногда даже балет, когда уместно, конечно, когда опера разрешает такой подход. Да, наш художественный руководитель Фабио Мастранжело, арт-директор фестиваля Виктора Высоцкина, очень строго ответится к тому. Конечно, когда бывают длинные длинные оперы по 4 часа, там бывают небольшие купёры. Конечно. Ну, в этот раз мы всё даём без купюр. И, конечно, это полноценные оперы. Кажется, строятся новые декорации, шьются или подбираются костюмы. Это лучшие артисты города, в том числе из Мариинского театра. Это лучший оркестр города в этом году. У нас, кстати, молодёжный оркестр Мариинского театра впервые будут участвовать. Фабио уговорил маэстро Гергева дать нам оркестр. А так, я считаю, что действительно оперы все разные на любой вкус. Вот «Рляндская дева» такая патриотическая, серьёзная опера. Почему она редко исполняется? Хотя это шедевр Шайковского. Там все соединились, понимаете? Шиллер, который написал эту великую драму. И, кстати, Шуковский сделал перевод. Так что люди будут наслаждаться шикарным текстом. В операх же часто бывает, особенно когда в переводе смотришь на этот титр, если подглядываешь что-то, я тебя люблю, я тебя не люблю, я тебя нет. Подстрочник. Да. А здесь это всё-таки прекрасная поэзия, прекрасная музыка. Шайковский добавил лирическую тему в «Рляндскую деву». А, в принципе, там много таких религиозных чувств и патриотических. Ну, кстати, эту оперу «Рляндская дева» везём потом в Германию на русские сезоны. «Русские сезоны» в этом году проходит в Германию. В Германии мы предложили именно «Рляндскую деву», поскольку она соединяет двух гениев Шиллера и Чайковского. Абсолютно. Немцы это воспринялись большим энтузиазмом. Фабио договорился с Олином Ведером, руководителем Тюринского оркестра в городе Рудольфштадт, о том, что оркестр будет смешанный, русско-немецкий. Да, очень интересная инициатива такая, очень дружно. Немецкие музыканты совместно с русскими музыкантами будут исполнять такой шедевр, который тоже является русско-немецким шедевром. Так что мне кажется, что это просто показывает общее настроение, русское настроение. Мы всегда готовы со всеми дружить. И это, мне кажется, что музыка подчеркивает, это наш национальный черт, и это здорово. Это принесет, я уверен, что принесет результатов и принесет плодов. Спасибо большое. Итак, завтра открывается восьмой уже по счету международный фестиваль опера «Всем». Завтра открывается, и до 21 июля очень богатая программа. Не пропустите, и внимательно изучайте афишу. Орлеанскую деву не пропустите. Не пропустите. И Майскую ночь не пропустите. Богему, сивильского сиренника, и вход свободный. И это тоже все, конечно, не пропустите. Главное, вход свободный на все наши спектакли. Приходите, пожалуйста, в социальный проект. Мы вас благодарим. У нас в гостях были музыкальный руководитель фестиваля опера «Всем», художественный руководитель театра «Мюзик Холл», маэстро Пабио Мастранджело и директор театра «Мюзик Холл» Юлия Стрижак. Юрий, вам большое-большое спасибо.